10-летний пёс, помесь золотистого ретривера по кличке Рио, оказался в ситуации, когда жизнь внезапно перевернулась с ног на голову. После смерти владельца он лишился всего, что у него было и к чему он привык. После жизни в уютном доме с любящим хозяином, Рио внезапно очутился в приюте для животных с совершенно незнакомыми людьми, пишет Ньюснер. Когда владелец Рио скончался, собаку забрали в приют для животных в Детройте, Мичиган. Но как только Рио прибыл туда, персонал понял, что с ним что-то не так. Собака отказывалась от еды, не позволяла никому прикасаться к себе и просто сидела в углу, глядя на стену. Прожив 10 лет со своим владельцем, Рио был сбит толку и убит горем. Он не мог понять, почему у него отобрали все, к чему он привык и любил. Теперь он был просто одним из множества подопечных, пугающего и незнакомого места. Сотрудники приюта понимали, что нужно что-то делать и связались с Организацией по спасению животных города Детройта. Мы принимаем собак с тяжелыми заболеваниями и психическими расстройствами, например, собак, долго содержащихся в заперти или страдающих от невроза питомника. Рассказала в интервью руководитель Detroit Dog Rescue Кристина Милман Ринальди. Многие люди не понимают, какими интуитивными и чувствительными существами являются собаки. Они воспринимают все, что происходит вокруг них, так же, как и люди. Несмотря на то, что Рио был переведен в специальный приют для собак, его состояние продолжало ухудшаться. Рио полностью потерял волю к жизни. Не отзывался, когда кто-то звал его по имени, ни на кого не смотрел, целыми днями просто сидел в углу вольера, уставившись в стену. Сотрудница приюта по имени Кристина знала, что единственным способом помочь Рио было найти для него новый приемный дом. Она надеялась, что приемная семья вернет Рио вкус к жизни. После нескольких телефонных звонков она связалась с волонтером по имени Райан Калахан и его женой Ташей. После того, как она рассказала им историю Рио, супруги без колебания решили забрать Рио к себе. Несмотря на то, что у пары уже были две своих собаки, а также одна приемная, они решили позаботиться и о Рио. «У нас все получилось», рассказывает Райан. Когда Рио попал в дом Калаханов, он сразу же начал показывать признаки улучшения. Впервые за долгое время Рио перестал уклоняться от прикосновений людей, как будто он понимал, что Райан и Таше хотят помочь ему. Чтобы десятилетняя собака чувствовала себя комфортно в доме, пара создала специально для Рио отдельное пространство в рабочем кабинете Райана. Чтобы наладить отношения с Рио и помочь ему почувствовать себя в безопасности в новом окружении, всю первую неделю Райан работал из дома. Прошло совсем немного времени, прежде чем Рио начал спокойно ложиться у ног Райана и прыгать на его колени с глазами, полными радости и благодарности. Каждый раз, когда мы проходим мимо него, он размахивает хвостом, а еще он любит гулять в лесу вместе с нами. Рио многое пережил, поэтому сотрудники приюта и чета Калаханов хотят убедиться, что собака, которая до сих пор оплакивает своего хозяина, готова найти постоянных владельцев. Тем временем Калаханы определенно помогли Рио почувствовать себя лучше. Я надеюсь, что его новая жизнь, какой бы она ни была, будет даже лучше, чем последняя. В то время, когда многие животные подвергаются плохому обращению и остаются наедине со своей бедой, приятно читать о людях, которые посвящают большую часть своей жизни помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию животным.